Удосконаливание системы национальной адекватности с потребованиями инновационной экономики именно такая задача поставлена перед глиной на 5-м и сибелорусском народном сходе. На практицах это значит, что высшейшие научные установы повинны больше тесно сопротивляться с вытворчестью и рактовать специалистов, которые сдольны вырабатывать любой конкурентно-здольный продукт. Гомельская Державная Ганглёва Экономичная Университет с Поживецкой Кооперацией сегодня корыстается популярностью не только сирот белорусской молоди, сирот студентов установы, представники Азербайджана, Молдовы, России, Туркменистана, Турции, Украины. У администрации Пиракананы студентов привабливают перш за всю якость эдукации. Треж информационные технологии в учебном процессе, якие на протягу пяти годов повинны заявиться во всех высшейших научных установках Беларуси, угомили уже реальность. А вот учить и сдавать экзамены тут можно дистанционно. Для чего у Ганглёва Экономичном набыли ответные обслуживания и зарабили специальные кабинеты. Здесь преподаватели могут общаться со студентами, которые находятся удаленно от них, и отвечать в режиме реального времени на вопросы студентов. Вся необходимая информация находится на сайте дистанционного обучения, там находятся все электронные курсы, материалы, и в течение семестра студент их изучает. Одна из проблем сучастной белорусской высшейшей школы – одорванность от реальных клопотов и творцев. Усе студенты проходят на предприемствах практику, але часто я напереду враяцца узвычайное обавление часу. Шматы, які керуньки лечить за лепши, обыходятся без допомоги навык практично дипломованных специалистов, не тое, что студенту перших курсов. Такие относины слумачатся розными причинами, але у любым выпадку гэта ни яким чином не спраяя под архитутсы высококвалифицированных кадров. Гэтае пытання так само обмерковывался на пятом усебелорусским народном сходе. Это возможно создание научных производственных кластеров, когда университет использует базу организации предприятий для проведения практики студентов, и когда научные разработки внедряются на этом предприятии. Причем создание научного продукта – это результат совместный и ученых вузовских, и работников реального сектора экономики. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, Телерадио, компания «Гумель».